По традиции всегда начинаю с себя, как, собственно, и 6 лет назад, когда пришла сама, пришла на бизнес. Никто меня не звал. Была мамочка в декрете двух малышей. Младшим было 5 месяцев, старшим было 4 года. За плечами мне 10 лет в банковской сфере. Прошла я путь от специалиста на начальника отдела ипотечного кредитования в Альфа-банке, потом ушла в Газпромбанк и приняла решение в декрете на наемную работу больше не возвращаться. Ну, только потому, что я реально увидела впереди тупиковый путь. Я работаю, я зарабатываю, я перестала работать, пошла в декрет, деньги сократились. И в тот момент, когда как раз и родители тоже пошли на пенсию, я увидела, собственно, к чему я иду, если останусь я там, где я есть. Поэтому я пошла работать на себя по родительским стопам. У меня родители предприниматели с 92 года. И я решила тоже начать работать на себя, но продавать одежду не в магазине, как они это делали, а именно в интернете. Потому что как раз в этот момент, в 2014 году продажи начали набирать обороты, и очень много появилось интернет-магазинов. Сайтов, которые позволяли нам экономить время, экономить деньги. В Барноле открыла магазинчик традиционный, но больше он использовался как склад, потому что основные продажи все-таки были через интернет. И, в общем-то, все было хорошо, пока мой интернет-магазин работал. В один момент его заблокировали, потому что он был неофициально, так сказать, организован. И я начала смотреть по сторонам, но уже глазами предпринимателя. И вот до, так сказать, до моего опыта работы в интернете я отвергала всевозможные приглашения в сетевом, в сетевой. Но когда, и работала, кстати, когда я на себя, тоже меня звали разные сетевые компании. Я была не готова абсолютно от слова совсем. Но когда уже мозги стали предпринимательские, я начала выбирать целенаправленно компанию-партнера, с которой мне здесь ни на год, ни на два, а на всю жизнь. Потому что бизнес с сетевой, он передается по наследству. Если кто не знает, то ты здесь не просто на один, на два, на три года. Здесь реально ты развиваешь этот бизнес, который можешь передать своим детям. Поэтому я пришла в компанию известную, компанию надежную, которая проверена временем. Потому что компаний много, которые приходят сейчас, говорят, мы первые. Но есть компания, которая отметила свой уже 25-летний юбилей в России. И больше 55 лет компания Reflame в мире. Через полгода открыла звание директора. За полтора года с момента регистрации звания бриллиантового директора. На сегодняшний день у меня в копилке 15 стран мира. Два автомобиля от компании получила в подарок Мерседеса BMW. Мы купили двухэтажный дом, переехали всей семьей. Ну а самое главное, это, конечно, люди, это бизнес-партнеры, которые сегодня сейчас путешествуют и зарабатывают вместе со мной. Вот, я немножко о себе рассказала, чтобы вам было понятно, почему я и почему я сегодня буду вам рассказывать про возможности построения бизнеса в компании Reflame. Потому что есть результат, и я могу реально поделиться практикой. Вот, Катюш, давай включайся, включай микрофончик. Из какого города кто пригласил, кем работаешь, и, в общем-то, какие моменты о себе немножко. Ну, хочу поздороваться, меня зовут Катя Подкопаева, я из Ростовской области. У меня сыночек, в этом году мы идем в школу. С Reflame я знакома очень давно, на самом деле уже, наверное, больше 10 лет, была потребителем этого прекрасного продукта, и я, и моя мама пользуемся. Но никогда не зарабатывала то учеба, то декрет, то, как бы, никто не объяснял, может, не знаю, просто покупала и покупала. А где работала, или какой образ жизни, какая профессия, Катя? Я работала воспитателем, я педагог по образованию, вот, ну, так складывались обстоятельства, что я где-то работала. Искала возможности, да? Да, и оператором в мобильной связи работала, то есть, был даже магазин косметики у меня профессиональный, то есть, ИП было. А через интернет работала, или так, офлайн? Нет, так мы открывались, снимали помещения, покупали, работали с поставщиками, набивали ковинтуру. Ну, так сложились обстоятельства, что нужны были деньги, и мы, ну, как бы, вернули продукцию через полтора-два года, по-моему, я уже не помню. Катюша, а то у меня откуда? А, все, из Ростовской области. А кто пригласил, Катюш? Елена, так, ой, я фамилии плохо запоминаю. Галактионова. Галактионова. Елена Галактионова. Да, да, Лактионова, да, помню букву Л и забыла фамилию. Извини, пожалуйста, Лена. Да ничего, я тоже ее фамилию всегда забываю, она у нее трудная. Галактика, надо запомнить Галактика, все, потом Галактионова притянется. Ну, и все, в общем, вот все это продали и, как бы, и забыли про этот бизнес. Просто у меня всегда вот это в голове так вот постоит, что я занималась, на себя работаешь, потом начинаешь работать на дядю, уже тебе не хочется, и мотивации никакой особо не дают никогда. То есть просто пашешь и пашешь. Ну, да. Так как начались проблемы со здоровьем, у меня есть инвалидности группа, третья группа инвалидности, мне тяжеловато работать в магазине, целый пиль на ногах. Вот сейчас я работала тоже в магазине, в медицине. Вот, не знаю, почему я туда пришла, вообще не знаю, как я там оказалась. Короче говоря, я уже уволилась и сижу сейчас вообще без работы. Значит, деньги нужны еще вчера, да? Да, деньги нужны еще вчера на карточке 3000 рублей, на которые надо прожить хотя бы до первой выплаты какой-нибудь социальной. Угу, все поняла. Так, ну хорошо, давай тогда будем с тобой сейчас думать, как нам с тобой здесь заработать быстро деньги, и как выйти на стабильные деньги, на пассивные деньги. То есть это вот все как раз о бизнесе в Арифлейм. Ты уже презентацию посмотрела, Катя? Ну да, я смотрела презентацию. Давай своими словами, в чем суть, что надо здесь делать, откуда деньги берутся? Ну, здесь образование товарооборота. То есть нужно организовать товарооборот, когда ты будешь получать денежные средства. То есть компания за людей платить не будет, которые просто приходят? Ну, если он просто пришел и не работает, как бы, конечно, кто будет платить. Просто нужно подключать больше людей. Кто-то будет приходить на продукт, кто-то будет приходить также рекрутировать, предлагать бизнес. У каждого будет свой товарооборот, и в конечном итоге он будет складываться. в твою пользу. Чем больше веточек ты откроешь, тем больше возможность выйти на линию директора. Тоже там дальше бриллиантовый директор и прочее. То есть уже прям посмотрела. Маркетинг план, наверное, посмотрела, да? Или еще нет? Ну, все, поняла. Давай тогда сейчас мы с тобой продолжим про бизнес, вот. А дальше мы тогда с тобой поговорим про рекрутинг и про какие еще, какие методы рекрутирования, какие более эффективные и так далее. То есть вот смотри, есть люди, правильно ты сказала, которые будут просто покупать для себя, которые будут покупать продукт по необходимости и делать самое главное это самостоятельно. Потому что сейчас появился интернет-магазин, и нам нет, у нас нет с тобой цели заниматься доставкой до наших людей. Это все делает компания Reflame. Большое количество людей будет просто пользоваться продуктом. Почему? Потому что это тренд сейчас, потому что люди экономят время и экономят деньги. Продукт заказывать самостоятельно через интернет становится выгодным. Ну, это, в принципе, сейчас знает практически каждый, кто во время карантина, когда магазины позакрывали, заказывали через Ламоду, через Озон, через Валберис и даже продукты питания, и поняли, что это действительно, что это действительно выгодно. Я вижу, да, я вижу, что Назира новенькая, Эгуль новенькая. Я со всеми познакомлюсь, не переживайте. Я со всеми познакомлюсь. Вот, мы просто сейчас будем сразу, по ходу будем и бизнес обсуждать, и знакомиться. Так, Таня подключается, вот вижу, Танюша подключается, только лоб вижу, все, отключила видео. Слышно, Тань, тебе или нет? Просто вижу, что у тебя микрофон не работает. Привет, привет, привет. Ага, все, вижу, вижу. Это Катя, да? Катюш, ты? Ага. Да, ты можешь видео включить, так будет лучше. То есть, вот смотрите, компанию конкретно интересует товарооборот. Ну, то есть, вот по-простому, компания интересует, чем большее количество людей будет пользоваться продукцией, которую она производит на собственных заводах, у нас их шесть, в Польше, в Индии, в Китае, в Ногинске, в Польше, в Индии два завода, у нас свой научно-исследовательский центр, лаборатория, институт кожи, где трудится более ста ученых. И все они работают на нас. Причем в каждой стране логистика, инфраструктура, все уже для вас работает под ключ. То есть, система работает под ключ. Это и отличает предпринимательство от бизнеса. Предприниматели ты сам рулишь процессами в бизнес, и сетевой бизнес отличает, что здесь компания организует все бизнес-процессы за вас. Ваша задача здесь рекомендовать пользоваться продуктом и зарабатывать. То есть, основных два направления сотрудничества. Два основных направления сотрудничества. Мы приходим экономить и зарабатывать. Вот я так понимаю, что сейчас здесь девчаток пришли учиться зарабатывать. Айгуль, включай микрофончик. Или Назира. Кто может? Так, Назира, ага, давай поговорим. На бизнес или на продукт? Здравствуйте, всем привет. Привет. Меня зовут Назира. Татьяна меня пригласила Татьяна Чернышова. Так. Когда-то мы вместе работали уже, не помню, там, лет 3-4 года, даже когда. Я еще в то время училась в колледже, только все это познавала, только обникалась. Но потом я забросила это дело, потому что, не знаю, как-то так получилось постепенно. Ну, не было, наверное, вообще, команда не росла и не было, наверное, мотивации. Я очень устала, потом я еще, ну, там, в последнем, по-моему, там, экзамен начались. Короче, как-то все это дело пошел на спад. Вот, когда мне Татьяна написала, я, конечно, говорю, да, конечно, я с тобой, мы все можем заново начать. Я была рада, что она меня с вами пригласила, потому что мне нравится здесь сама процесс что-то узнавать, учеба. Презентацию посмотрела уже, Назир? Да. Презентацию уже посмотрела, ага. Так, Татьяна Чернышев, из какого города? Москва. Угу. Так, все, поняла. То есть, пришла на бизнес? Да. Вот смотрите, в компании Reflame 90% это потребители, это люди, которые выгодно после регистрации покупать продукцию для себя, потому что у них скидка на весь продукт от 20 до 70%. 5% это продавцы, это люди, которым нравится рекомендовать и получать, немедленную прибыль от продаж. Это вот мотивация для тех, кому деньги нужны вчера. Потому что не во всех сетевых компаниях есть такая возможность. Много сетевых компаний сейчас приходят и говорят, вот продукт покупай, но после регистрации скидка не меняется. Там, чтобы получить кэшбэк, там нужно делать большой объем. То есть, там, как правило, двигают объемы продавцы. То есть, там бизнес завязан на продавца. У нас возможность экономить с любой суммы на 500 рублей, на 100 рублей, на 30 рублей. Ты сразу покупаешь весь продукт со скидкой. Поэтому вот на этом можно подзаработать. Покупаешь по цене склада, продаешь по цене каталога и получаешь 2, 3, 5, 10 тысяч на продажах. Поэтому смотрите, кому нужны деньги сразу. Это классная возможность зарабатывать деньги. Как работать с клиентскими чатами, как создавать клиентский чат в WhatsApp на 150, 200, 300 человек. Мы вас научим. Потому что это сейчас тренд. Как это делать быстро, легко, просто. Как добавлять людей, которых вы даже не знаете, которые позволят вам получать деньги здесь и сейчас. Ну, таких людей немного, 5%, но они есть. И действительно, для кого-то эти деньги вначале играют очень большую роль. Но они небольшие, сразу говорю, на продажах больших денег не заработать. Большие деньги у организаторов, у тех, кто вот как раз-таки создают эти многомиллионные товарообороты, про которые как раз-таки будем сейчас говорить. Потому что один человек не продаст столько, сколько купит себе тысячи. Тысячи через интернет в разных городах, в разных странах. И так у меня сейчас собралась организация больше, чем 10 тысяч консультантов. Украина есть активная, Беларусь и Казахстан, Молдову, Узбекистан. В 51 стране мира вы можете развивать бизнес. И не бояться, что надо заниматься доставкой, не бояться, что нужно там логистику, там инфраструктуру готовить. Там все готовое. Страна, когда открывается компания, там абсолютно все под ключ. И склады, и СПО, сервисный пункт обслуживания, или там какие-то другие пункты выдачи, как у нас сейчас есть. И Пятерочка, и ДНС, и там Пикпоинт. И наработают в России больше 4 тысяч офисов, где наши люди забирают продукт. Соответственно, вот эти многомиллионные товарообороты мы должны научиться создавать. Как? За счет? Не за счет только личных, а своих усилий. То есть, если вы будете только приглашать людей покупать, это люди, которые просто покупают. Ну, у них мотивация такая. Нам нужны двигатели. Нам нужны реактивные двигатели в нашем бизнесе. Это люди, которые будут бизнес развивать. Их всего 5%, это официальные данные. Это люди, которые спонсируют, это люди, которые проводят регистрации через свой личный кабинет. Так вот, наша задача, наша задача людей таких в своей организации находить. Они из покупателей вырастают, они сразу приходят в тот момент, когда вы им дали информацию, они были открыты. И, собственно, вот произошло, друг друга встретили, да? И люди включаются сразу. Ну, сразу, говорю, таких немного. Так вот, смотрите, вот люди, которые развиваются здесь, как предприниматели, они проходят здесь все путь. От консультанта до менеджера, от менеджера до директора компании Reflame. А дальше наше звание зависит от количества директоров уже нашей организации. От чего зависит звание? Консультант, менеджер, директор. От того, что, как бы у тебя схема, ну, имею в виду, как ты построила. От покупок людей, Назир. От покупок. Все намного проще. От товарооборота, от покупок людей. Есть объем продаж консультанта, есть объем продаж директорской группы. Про поводу построения будем дальше говорить. Какой объем продаж в директорской организации? Айгуль, давай включайся на помощь. С тобой еще не знакомились. Кто знает, какой объем продаж в директорской группе? Кто внимательно презентацию посмотрел? Катюш, давай помогай. Триста тысяч. Правильно. Примерно триста. То есть это от, да, от. Да, дальше наращиваем мышцы. Вот смотрите, объем продаж в директорской организации 300 тысяч. Там наша задача, чтобы у нас был фундамент. Также, когда дом строим, чтобы он крепким был, нужен фундамент. Вот у нас также, чтобы директорская организация была крепкая, чтобы она дальше двигалась и набирала обороты, нужны бизнес-партнеры. Примерно там 15-20 ключевых партнеров, которые, кроме того, что они покупают, как все, они еще обучаются, и одни самое главное приглашают и рассказывают. Приглашают и рассказывают, приглашают и рассказывают. Так вот, задача здесь на 100% стать ключевым партнером в команде своего спонсора. Вот в команде Лены Галактионовой, Кате нужно стать, Назири в команде Татьяны Чернышовой. То есть ваша задача стать ключевым бизнес-партнером в вашей команде, в моей команде. И на 100% выполнять всего три бизнес-задачи. Обучение у нас бесплатное, все в режиме онлайн. У нас ежедневно есть обучение в Зуме, вот так же мы собираемся и утром, у нас кофе-тайм. И у нас есть планерка в 12 в Москве от менеджеров, от директоров команды. Есть у нас также вечерние презентации бизнеса. Презентация бизнеса у нас есть в 17 в Москве, есть координационная встреча. Есть координационная встреча у нас в 17 в Москве, то есть у нас чередуются презентации и координационная встреча через день, которые провожу я, плюс презентации проводят менеджеры, директора нашей команды. Упал у меня телефон, выпадите бы у меня сейчас, по-моему, все. У меня телефон разряженный. Хотела вас подключить, по ходу дела придется отключить. Надо было взять эту подставку. Лосяш, что сказать. Так, смотрите, обучение. Обучение сказала, следующее, организация личных заказов. То есть вот смотрите, есть покупатели, которые просто покупают, есть люди, которые хотят зарабатывать. Вот чтобы здесь нам с вами научиться зарабатывать, нам нужно как предприниматели научиться делать свой личный объем, кто знает, на сколько тысяч рублей, чтобы здесь начислял, компания начисляла вам доход от созданного товарооборота. Какой объем? Катюш, включайся. Личный объем, какой продаж у Ключопа? 150 баллов. 150 баллов. Катюш, вон, 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 вон. Правильно. Как думаешь, да, как планируешь этот объем организовать? Какие у тебя есть сейчас способы на горизонте? Ну, вообще, как планируешь делать? Это рекрутинг, это рекрутинг, это рекрутинг, это рекрутинг. А организацию личных заказов, как ты планируешь делать? Ну, это обычно замещение просто магазина, то есть все, что тебе надо, покупаешь, что просто есть. Я как бы это все объясняю своим подружкам, знакомым, говорю, что вы можете брать у меня со списка, я с вас не буду деньги брать, вы просто покупаете у меня, если даже регистрация, можете просто покупать, если у вас есть у кого-то что-то хорошее. Ну, как вы все знают, почему-то это не комментируется. Вот смотрите, смотрите, я говорю всегда про трестовольных способы. Первое, сам меняешь привычный магазин, то есть это то, с чего началось у меня мое знакомство с компанией Reflame. Если раньше я покупала себе продукцию в обычном розничном магазине, то когда я пришла в компанию, я поняла, что у меня есть уникальная возможность покупать продукцию со скидкой от 20 до 70 процентов. Это раз. Второе, если я знаю продукт, то я знаю, как рассказать о нем новичкам, я могу рассказать своим близким, моему окружению, которое сейчас вместе со мной моется. То есть все начинается через личное потребление, естественно. Ты не можешь, открывая магазин конфет, магазин, я не знаю, там мясной, покупать у соседа напротив. Но это нелогично, если тебе, ты открыла магазин конфет, тебе приходит подружка и спрашивает, какие конфеты вкуснее. Ты говоришь, я у себя не покупаю, я вот у Наташи напротив покупаю, у нее повкуснее, а у меня говно. Ну, ты никогда не так не сделаешь. Ты остаешься в этом бизнесе только потому, что ты сам реально становишься лояльным покупателем, и тебе нравится этот продукт. Но он может понравиться только в одном случае, если ты будешь с ним знакомиться, если ты будешь его покупать, закрывая базовые потребности. Поэтому я сразу поняла, что в обычном розничном магазине, розница на море меня не свозит, машину мне не подарит, дом мне не купит, квартиры детям тоже. То есть я поняла, что у меня просто нет мотивации туда ходить. Поэтому все, что есть в текущем каталоге, у нас вот есть текущий каталог, вот он, следующий каталог, сегодня до распаковки дела у меня ничего не дошло. Здесь есть 1500 наименований разной продукции. Продукции здесь естественного спроса. Мне не надо сейчас тебе, твоей соседке, твоей маме, твоей сестре, подружке рассказывать, зачем покупать гель для душа, мыло. Правда? Правда. Вот у меня было как? Я когда зарегистрировалась, начала, естественно, людей приглашать, не все за мной пошли, но есть подруги, которые меня поддержали. Ну, подруга, она той подруга, которая тебя поддержит, когда порадуется, когда тебе хорошо, и когда у тебя очень хорошо. И в том числе она поддержит в твоих начинаниях. Но у меня есть, слава Богу, такие подруги, которым я сказала там, Наташ, Юль, Кума, тебе какая разница, где мыться? Ты можешь покупать шампуни, там, гели для душа, тональную основу, помаду, тушь у меня? Со скидкой я буду вам делать, у нас будут совместные покупки с вами. Вот, то есть у меня есть прям брат родной, сноха, соседка, пару подружек, которые моются со мной в моем интернет-магазине, я на них не зарабатываю. Сразу говорю. То есть это прям близкий, горячий круг. Они говорят, да, конечно, почему нет? Конечно, поддержим. То есть вот здесь нужно попросить помощи. Вот смотрите, чтобы организовать совместные покупки с мамой, с соседкой, с подружкой, ну там про соседку там сами решаете. Я говорю прям про горячий круг, это прям близкие-близкие. Нужно поговорить. Нужно просто попросить помощи в организации. Если вас близкие не поддержат и не хотят вам помочь, ну, задумайтесь, стоит ли вообще рассчитывать, надеяться на помощь вот в каких-то моментах на своих близких. Меня мои поддержали. И третий способ организации – это каталог. Это клиентский чат, дьюти-чат, который сейчас мы научились создавать и реально очень быстро наполнять людьми лояльными к продукту, которые реально прям радуются, когда их приглашают, которым рассказывают про классные распродажи, про выгодные покупки, про акции, которые девчонки сами тоже придумывают и активируют, пробуждают мотивацию, делают, помогают партнерам диагностику. У нас есть классное приложение SkinExpert. Завтра у нас будет утром Coffee Time со Светой Симашко. Это бриллиантовый директор из России, который будет нам как раз рассказывать вот фишки про диагностику, как это делать в рамках запуска новичков и так далее. Поэтому, кто вот у нас сейчас присутствует из бизнес-партнеров, вижу, у вас тут 30 человек, завтра обязательно на Coffee Time приходите. Так вот, это третий способ организации, потому что, смотрите, мы приглашаем людей преимущественно на презентацию возможностей, то есть мы не выбираем, кому дать какую информацию, кому там о продукте рассказать, мы приглашаем на презентацию возможностей, где мы рассказываем и о возможностях экономить, и о возможностях получать деньги здесь и сейчас, немедленную прибыль от продаж, и о возможностях построения бизнеса. Если наш кандидат говорит, нет, я не хочу, меня устраивает моя работа, или там свои какие-то причины, то, конечно же, мы снижаем планку до продукта и говорим на языке потребностей, потребителей задачи зарегистрировать на продукт, чтобы человек был самостоятельным покупателем. Вот это в этом цель. Потому что есть умные, есть умные и богатые. Умные – это умные покупатели, умные и богатые – это те, которые и экономят, и зарабатывают благодаря плану успеха компании Reflame. Можно я скажу, вот у меня сегодня случай был, я пригласила по своему сообщению, она мне говорит, ну, я, говорит, не обучаю, я не знаю, как у меня вообще это, я работаю в больнице, я так загружена, вы сами понимаете, я говорю, ну, я понимаю, что надо уже вот переходить на другой уровень, я начала предлагать возможность пользоваться продукцией, со скидкой по 20 до 70 процентов. Будем как-то интересовалась, а потом опять заднюю взяла, не знаю, боится просто. Я думаю, я отказывала ей каталог в электронном виде, все равно, на всякий случай. Я говорю, ну, я всегда на связи, я всегда здесь, если что-то заинтересует, все те же, говорю, товары, что вы покупаете, пожалуйста, у нас есть. Катя, смотри, таких людей очень много будет. Таких людей очень много будет, но об этом будем на обучении говорить, поэтому ты можешь не переживать сейчас. У меня же так же было, я же думаю, что все за мной пошли, вы думаете, все, кому я говорила, все стали бизнес-партнерами, конечно же, нет. Люди будут сливаться на всех, на трех уровнях, люди будут сливаться перед регистрацией, после регистрации, и после того, как начинают работать, тоже будут сливаться. Почему? Все просто, потому что делать надо, тоже работа над собой идет, здесь же нет начальников, нет будильников, здесь нужна мотивация, очень сильная, я буду сегодня про это говорить, потому что здесь же нет денег, здесь и сейчас. Вот представь, если бы, например, ты этой девочке сказала, да, у тебя завтра после регистрации, после регистрации, ты вот сделай, ты пригласишь пять человек, и у тебя будет там 50 тысяч, я думаю, что она бы точно нашла пять человек этих, пригласить, но от того, что она пять человек пригласит, у них денег-то не будет, поэтому вот здесь нужно понимать, сначала ты здесь работаешь, студент на зачетку, потом зачетка на тебя, поэтому здесь сразу говорю, вот кто сейчас пришел на координационную встречу, здесь халявы нет, денег завтра не будет, потому что деньги от товара оборота, наша задача его научиться здесь создавать, в любом бизнесе, денег завтра не будет, просто в традиционке кто-то деньги вкладывает, это очень их сильно мотивирует, очень, потому что ты заплатил деньги, и тебе надо эти деньги уже возвращать в банк, аренда, зарплата, налоги, туда-сюда, ты одеваешь на себя костюм, губка-бубка, квадратные штаны, идешь промоутером, листовки раздавать, и свой этот дел развивать, и направлять туда людей, а здесь этих вложений нет, и поэтому и действий серьезных нет, вот и все, и поэтому у людей отношения немножко несерьезные к этому бизнесу, хотя на самом деле просто не оценят, немножко не ценят они, наверное, того, какие перспективы открываются, если здесь войти в систему работы, и наладить процесс, так сказать, вот моя задача сейчас в голове наладить процесс, потому что вот отсюда все идет, поэтому смотрите, самое главное сейчас в своей голове нарисовать директорскую организацию, потому что наша задача сейчас выставить навигацию, если просто идти здесь, просто что-то делать, ну, три бизнес-задачи, вот, про которые я вам сказала, просто будете делать, вы, еще как мотивирует, да, я тоже мотивировала, я, потому что знаю, о чем предприниматели боятся, и каждый день переживают, если мы сейчас не понимаем, куда мы идем, мы никуда не придем, вот вы выехали на машине, вы просто едете, у вас в любом есть в голове, у вас есть из точки А в точке Б, вы перемещаетесь, вам даже навигатор скажет, с какой скоростью вы приедете, там, туда, куда вы наметили, вот здесь ровно так же, моя задача, чтобы вы сейчас в своей голове наметили, вот этот путь до директора наметили, потому что директор, что дает квалификация, да, здесь сразу не будет больших денег, но они классные, они стартовые, 30 тысяч примерно, вы будете зарабатывать при организации объема продаж на 300 тысяч, премия 100 тысяч рублей, сегодня уже партнеры премии показывали, за звание директора в чате, но не все, я думаю, что еще будут чеки, потому что деньги в белую получают самозанятые, индивидуальные предприниматели у нас, возможность полететь уже на банкет директоров, в этом году это будет в сентябре, это будет скорее всего в Сочи, это возможность получить автомобиль с автосалона, на уровне директора автомобиль у нас за миллион 20, вы выбираете, компания вам будет каждый месяц, он будет плачивать в каждый котлок по 20 тысяч рублей, но это только старт, когда вы этот путь прошли на директора, вы сможете этот результат клонировать и 3, и 4 раза, потому что мы здесь сразу идем с вами на директора, закладывая фундамент на следующее звание, мы регистрируем здесь людей цепочкой, не всех под себя, как вот в классике, как в презентации, которую я вам рисовала, найди 6 человек, сначала мы этих 6 человек зарегистрируем в первую команду, вот так, в первую цепочку, то есть не вот так, как я в презентации вам рисовала, а мы будем регистрировать их вот друг под друга в первую цепочку, первых 6 человек зарегистрировали, начинаете чередовать 1 2 1 2 1 2 мы не мы не знаем кто эти люди в плане бизнес-партнер или потребитель покажут только время кто и кем будет как только во второй ветке появился ключевой партнер рекрутер то можно уже третью группой вот с тремя группами идти до директора 33 достаточно 1 2 3 когда вот здесь будет объем продаж 300 здесь объем продаж 300 здесь объем продаж 300 будет звание старшего золотого директора доходит примерно 100 тысяч месяц это вот для тех кто сейчас не понимает где большие деньги деньги в объемах товарооборотах просто вопрос как вы их выстраиваете для начала для начала поработаем над созданием первой команды вместе регистрации вы проводите с вашим спонсором то есть вот получается лени катя получает помогает лена галактионова до назири помогает татьяна чернышева и так далее вот то не гуси вас внутри подключила стали кстати у нас из китая поэтому наш бизнес вообще международный при международные хоть мы китай не спонсируем в китаю закрытая страна но она через россию на зарегистрировалась мама в россии вот поэтому смотрите поэтому сейчас задача нарисовать свою директорскую организацию мне очень важно чтобы в эту организацию поверили по поводу сроков я за полгода звания директора открыла меня было два ребенка малолетних на руках 5 5 месяцев 4 года степки было я из партнеров это сделал за три каталога есть кто за 5 есть кто за год есть кто за два года то есть сроки сразу говорю на настолько плавающие от чего зависит зависит только от каждого из вас даже если первая группа под вами вырастет и такое может быть что первая группа вырастает выходит под вами директор появляется если даже одна группа вырастет вторую третью группу за вас никто не построит поэтому этот вот эта квалификация звания директора она зависит только от вас потому что с одной группы вы директором никогда не станете только когда вы идете директор минимум на двух ногах минимум с двумя Это минимум. Но я за три. Я за деньги. Это то, чтобы мои партнеры здесь зарабатывали. Чтобы они своим личным доходом показывали своим новичкам, что они здесь не просто так сейчас выходят из зоны комфорта, работают над собой, учатся делать личный товар, оборот, учатся рекрутировать. Эти действия дают конкретные нам чеки, доходы. И вот сегодня как раз день зарплаты. И радостно мне видеть доходы партнеров моей команды. Елена Макеева. 90 сегодня, по-моему, 7 тысяч показала чек. Потом в команде Васильков тоже чек у партнера больше 200 тысяч. В общем, деньги здесь есть, деньги здесь серьезные. Но нужно серьезно отнестись к действиям, которые я вам сейчас говорю делать. Просто многие из вас не хотят делать. Почему? Потому что денег завтра не будет. Правда же? Есть такое? Ну, есть такое, да. Но я понимаю, сколько я всего раньше делала. И блин, мне страшно, что я опять могу так обломаться сейчас на 15%. Я уже этого не переживу просто. Смотри. Там проект я работала тоже в Алипплейме. Там забыла, как проект называется. Потому что успех в букву. Но я уже все-таки много. А знаешь, почему ты сейчас не в квалификации? Потому что я лентяйка. Потому что меня никто не поддержал. Все были против. Потому что ты просто бросила. Секрет в непрерывности, Катюш. Ты просто бросила. Поверь мне, если бы ты не бросила, то бросили бы вопрос времени держать оборону твоей знакомой, близкой, которые не поддерживают. Потому что здесь кто первый бросит. И вот сейчас то же самое у тех, кто сейчас присутствует. Кто первый бросит. Потому что те знакомые, которых мы сейчас пойдем с вами рекрутировать, я сейчас про это буду говорить. Придут в бизнес не все. И это нормально. Все профессии важны, все профессии нужны. Поэтому у нас нет цели, когда мы идем рекрутировать, зарегистрировать всех. У нас есть цель посеять семя в головах наших знакомых. И незнакомых тоже. Мы сеем семя. И вот это семя, оно созревает. И созревает оно у каждого свое время. Кому-то требуется год до старта, до созревания. Кому-то требуется два года. Я примерно два года, вот пока на тебя работала, я всех посылала, кто меня звал в Арифлейм. Вот всех посылала. Прям нафиг посылал. Прошу прощения за мой французский. Но я вообще не рассматривала Арифлейм, понимаете? Я это вот дважды бриллиантовый директор в открытой квалификации исполнительной с доходом от 400 тысяч. Я не видела себя в сетевом. То же самое вы будете звать сейчас ваших знакомых. И кто-то скажет, да, хорошо, вот ты меня позвала, я за тобой пойду. Все звали. Вот ни за кем не пошла, за тобой пойду. Потому что вот тебе доверяю. У меня было так. Но были знакомые, которые говорили, давайте попробуешь, потом я начну. Сейчас они мне говорят, надо было раньше начинать. Все уже в Арифлейм. Я не хочу. Ну и так 33 возражения. В общем, я не пользуюсь и так далее. Вот. Поэтому это люди, которые всегда будут плыть по течению. И они будут всегда искать виноватых. И они не готовы ничего в своей жизни менять. Это и 6 лет назад было. И через 6 лет, я думаю, что так же будет. Они будут так же сидеть и жаловаться на начальника, на будильника и так далее. Но при этом они не готовы брать ответственность на себя и становиться предпринимателем. Предприниматель от слова предпринимать. Что я могу сделать сегодня, чтобы у меня сегодня в организацию пришел один человек. Потому что у нас с вами фокус такой. Одна регистрация в день – это минимум. Потому что 21 день каталога. Наша задача – прирасти на одного ключевого партнера. Помните, да? 15-20 ключевых партнеров нам нужно собрать, чтобы открыть звание директора в компании Арифлейм. Чтобы выйти на доход 30 тысяч, чтобы получить премию 100 тысяч и так далее. Ключевой партнер – это не одна регистрация. Это не просто одна регистрация, ключевой партнер. Ключевой партнер – это примерно 10 регистраций из списка знакомых. Бывает даже 20 регистраций. И если люди не включаются, то мы должны снижать планку до продукта и говорить на языке потребностей потребителя. На языке экономии, на языке красивой гладкой кожи, отсутствия морщин и так далее. Если не готов, тогда в клиентский чат. То есть вот три степени понижения. Бизнес, регистрация для себя, клиентский чат. Вот наша задача – научиться работать с тремя категориями людей в этом бизнесе. Потому что компания еще раз платит за товарооборот. Не за перепись населения, а за товарооборот. Поэтому чем больше людей купят продукт, тем больше будет доход. В этом каталоге, в следующем каталоге этот объем начинает расти. Но он расти будет только в одном случае. Если к вам приходят бизнес-партнеры, которые будут так же, как вы, рекрутировать, так же, как вы, делать свой личный товарооборот на 150 баллов, обучаться. Потому что если вы будете в одиночку, не сильно вы сможете двинуться здесь к большому званию. Потому что, ну, первую группу, вторую группу, третью группу, до директора нужно будет вести объемы, развивать команды, работать, спонсировать. Поэтому задача – находить вот таких людей, ключевых бизнес-партнеров. И они очень ценные ребята, ключевые партнеры. Они на дороге не валяются, их нужно заслужить. То есть их надо прям вот перебиранием, общением находить ключевых партнеров. Потому что сегодня ключевой партнер – это через полгода директор вашей команды в открытой квалификации пусть. Доход от товарооборота ключевого партнера сегодня, завтра, директора – 17 тысяч в месяц. То есть это ваш пассивный источник дохода. Это для многих пенсий, которые надо 40 лет зарабатывать. И то там не 17 тысяч, поверьте. У меня мама на пенсии, сейчас у нее пенсия российская 10 600, а шведская 30 тысяч. 30-35, она у меня директор в Арифлейн, на минуточку. Так вот, у меня доход, кстати, за прошлый год я акт подписывала 407 тысяч. Вот такая у меня шведская пенсионерка живет в камне, понимаете? Вот, по поводу пассивного, когда он будет? Когда будут люди, зарабатывающие у вас? А через 2-3 года это бриллиантовый директор. Семочку сюда. У меня упало в очень холодную лужину. Ну, горячую, иди, иди горячую. Я, я это делала, и у меня чипит. Ну, в горячую воде, в горячую воде. Я это пробовала, чипит. Ну, погрей еще. Нет, она у меня чипит. Ну, давай я погрею. Давай. Пусть спортс-мажор такой. Ну, иди ко мне. Чш, ну, планерка, ты же планерка идешь, Симош. А что ты с варежки-то не одел? Че, я их нету. Ну, как нету-то? У меня то порванные, то не порванные. У вас еще холодно, да? Ну, конечно. Да, конечно, у нас сейчас снег даже не потаил. Все, тише. У нас уже цветочки распускаются. Да, я сегодня видела. Ревки-майки. У меня тоже руками. У меня лапки. Каприл. Все, уже легче. У меня будет и жал. У меня нет. Зачем я специально выкидываю? Я не пеню. Он это придумал. Он что, Жень? Он придумал. Че он? Нет. Шапки? Нет. Добрый дед, кто-то улезет. Ну, иди погрей ее. Я ее уже уделял. Челлендж устроить решили. Закрой мне дверь, пожалуйста, Степаш. Нет, я там больше. Давай, сейчас я уже заканчиваю. То есть вы видите, да? У меня нет идеальной семьи, которая живет сама по себе. Вот видите, вот два помогатора пришли. Они сейчас с Зефиром играли, с собакой. Хорошо, что мама дома. Мама всегда дома у них сейчас. Вот, 6 лет. Я все время дома, и все вокруг них. Но при этом у меня есть рабочие планерки. У меня утром кофе-тайм. Вечером вот у меня координационные встречи. Плюс у меня после сейчас координационной встречи еще будет один созвон с командой Дирюженко Марины. Вот, по поводу рекрутирования, смотрите. Вот, что нас двигает здесь, да? Что двигает наш бизнес? Что помогает набирать обороты? Это бизнес-партнеры, которых мы должны как раз-таки вот заслужить. Где брать людей? Основной вопрос. Потому что вот, ой, это вопрос времени. Поверьте мне, это самое приятное правило бизнеса. Задача основная здесь научиться приглашать и рассказывать. Приглашать и рассказывать. Так вот, наша задача научиться коммуницировать на холодном и на теплом рынке. Теплый рынок – это наши знакомые, это знакомые знакомых. Наша задача научиться через приветствие, да? Приветствие, установление контакта, выявление потребностей, через выявление потребностей. Давать информацию. Вот давать информацию можете самостоятельно, но когда вы пройдете школу новичка, сделайте свое голосовое сообщение, голосовую презентацию, либо работайте сообщениями ваших спонсоров, либо моими. В идеале, конечно, вначале послушать, как это делают ваши спонсоры. То есть, вот, можно, конечно, здесь самостоятельно, но лучше дрова не рубить. Лучше все-таки не изобретать велосипед, а взять готовый, который уже едет, и который отработан, и который сегодня, сейчас уже используют многие партнеры моей команды. То есть, еще раз, мои. На ударе твои сообщения голосовые, мне кажется, они какие-то забыльные получаются. Ты мне скинь, я послушай их. Сейчас, я освобожу. Вот. В себе не копайся, Кать, в себе не копайся, потому что, смотрите, качество придет через количество корявых презентаций. То есть, не думайте, перфекционизм здесь вообще точно не сработает. Я свои сообщения тоже не люблю переслушивать. Я всегда нахожу в них слова-паразиты, какие-то заикания. Я потому что не люблю читать по листочку, но вообще рекомендую читать по листочку вначале. Вот эти текстовые презентации, они у нас все есть, не переживайте. Их очень много, разных форматов. Вы послушаете презентации моих лидеров, директоров, менеджеров. Вы поймете, что мы говорим все об одном, но по-разному. Вот нужно найти ту подачу, которую вы захотите просто выучить, повторить. Там ничего трудного нет. Наговариваете, наговариваете. Потом на подкорку записывается эта голосовая презентация. И потом вы просто без проблем уже сможете, даже без листочка, без подглядывания это сделать. Ну, там вообще ничего сложного нет. Только вначале я рекомендую на спонсора выводить. На спонсора выводить, чтобы спонсор показал, как это делать. Но у тебя Галактионова прекрасное собеседование говорит. Там Уланова есть. Я, в конце концов, тоже на подмоге. Поэтому можно, смотри, прям взять готовое сообщение, готовое сообщение и готовое голосовое сообщение. И все, и начать отрабатывать. При этом есть у нас чек-лист. У нас есть чек-лист для новичка. Там прям 10 конкретных заданий на день. И не надо думать. Вот сегодня в команде Алены Пенькова проводил бузонерку. Она, говорит, пошла сама на холодный, начала просто без анализа делать вот все, что в чек-листе ты прописала. И пошли регистрации. То есть есть чек-лист, 10 заданий. Лена Галактионова даст чек-лист. Лена Галактионова, у тебя же есть чек-лист? Из чата жми максимум. Да, да, да. Вот. И он прикрепленный, Лен. Его искать не надо. Надо нажать на чат, там есть закрепленное сообщение. У вас такие инструкции должны быть под рукой. Школа новичка с 11 уроками для обучения партнеров. И чек-лист. Это должно быть у вас под рукой. Не должно быть, я сейчас его найду. Он должен быть. И там каждое действие, там прямо на каждое действие есть ссылка на канал. Как баннеры разместить. Как продающий сториз записать. Как теплый рынок пригласить. Как холодный рынок. Там есть ссылка на канал первые сообщения, где тысячи, две первых сообщения, которые можно использовать на холодном рынке. Там все есть. Просто бери и делай. Задача просто делать, начинать. Но делать будут не все, а только те, у кого есть мотивация. Смотрите, мотивация, она и есть внешняя, и есть внутренняя. Я это источник внешней мотивации. Я мотивирую. И это факт. Вы будете ко мне приходить утром на кофе-тайм и целый день будете работать до вечера. Вы будете приходить ко мне на координационную встречу, вы будете ночью работать. У вас будет мотивация. Но это временно. Самая сильная мотивация, она внутренняя, она внутри нас. И вот эту мотивацию нужно в себе пробуждать, потому что нас этому нигде не учили. Вряд ли вы на работу приходили, вам говорили, давай садись, пиши свои цели. Вряд ли. Там вам давали регламент, вам давали должностную инструкцию, вы ее читали, вам говорили, выполнять не будешь, пойдешь вон. У нас так, по крайней мере, было. Нас там никто не держал. Вот, поэтому, вот здесь нужно научиться находить свою мотивацию. Потому что будут отказы завтра. Завтра уйдете, пойдете, запнетесь, воткнетесь в подушку и забудете про три бизнес-задачи, которые нужно выполнять каждый день. Потому что пробуждают нас наши мотивации, но продолжают нас двигать правильные привычки. Привычка рекрутировать утром, вопрос решать с ЛТО в среди дня, потому что это активность, как раз рекрутинг, это количество людей, которых вы пригласите. А активность это чем вы ваши объемы наполните, чем вы будете товарообороты ваши наполнять. Если вы не покупаете, если вы сами не начинаете пользоваться продуктом, если вы не делитесь своим личным заказом, то ваших людей вы не научите делать здесь заказы. Поэтому решаем вопрос в течение дня. Если решен, вопросов нет. У вас появится свой канал с продуктом, с вашим, который вы для себя заказали из текущего каталога. Там, возможно, у вас появится топ-10 продуктов из текущего каталога, которые вам нравятся и которые вы рекомендуете вашим новичкам, чтобы они совершали покупку из текущего каталога и обязательно включали эти продукты, потому что они очень выгодны. Вот. Ну и, конечно, обучение. Обучение, безусловно, без него тоже никуда, потому что это прокачка головы, рост ваших мозгов, потому что растем мы здесь не только объемами, ключевой командой, но и, самое главное, опытом. А опыт – это знание, которое мы переводим в действие и получаем опыт. Так вот. Те действия, которые вам сказала делать, эти действия стоят очень дорого. Просто вы сейчас будете их делать бесплатно на этапе старта, а я делаю за 10-15 тысяч в день. Все то же самое, только у меня добавляется еще функционал менеджерский, директорский. Но об этом чуть позже с менеджерами мы про функционал менеджеров говорим, с директорами про директорский функционал. С вами пока сейчас про простые три бизнес-задачи. Я даю задания простые после координационной встречи. Кто заказ еще не оформил, кто не сделал активационный заказ, сделать это нужно в первую очередь. Катя, заказ оформлен, Назир? Или еще нет? У меня на 50 баллов заказ я получила, распаковала. Умничка, молодец. Ага, Назира. Ну смотри, есть у тебя сейчас возможность просто сделать заказ выгодный на 50 баллов, в следующем каталоге на 50 очки получить за 199 рубля. Если войдешь в стартовую программу, ты получишь возможность собрать 4 косметических набора. Первый там туалетная водичка и клад на выбор мужской либо женский аромат. Второй это Giordani Gold. Третий это Novage. Четвертый это Wellness. То есть возможность войти в стартовую программу дает тебе вообще крутые возможности. Поэтому суммарно в течение 21 дня с момента регистрации я рекомендую войти в стартовую программу. У нас есть еще бизнес-чат. Чат практика рекрутирования тебя должны добавить просто с активационным заказом. Нет, Галактионова. Чат практика рекрутирования. Катю добавили или нет. Вот. И у нас еще есть чат бизнеса. Чат бизнеса. Катя, здесь смотри, нужно просто в первую очередь рекрутировать. У нас с тобой 80% это действие, 20% это обучение. Но чаты, это значит, чтобы огурец стал соленым, нужно добавить в рассол. Это рассол. Там партнеры засаливаются. И если ты не успеваешь, возможно тебе сейчас информации достаточно. Но партнеры, которые придут, возможно, к тебе, по твоей рекомендации, вот им, возможно, в чатах информация, которую они будут получать, позволит реально здесь засолиться и получить нужные знания, которые они переведут и получат опыт. Тебе, возможно, сейчас уже знаний достаточно. Понимаешь? Тем более ты не первый раз пришла. Поэтому в чатах информация нужная. В чате практика рекрутирования, там прям практика рекрутирования. В чате акций, продукции, там акции, продукции. Партнеры делятся своими заказами. Тоже делятся своим опытом. И так далее. То есть каждый чат, он со своим функционалом. Поэтому не переживай. Вопрос времени ты поймешь, что функционал, он повторяется. В этом чате информация повторяется. В этом чате. Может, я сейчас свое звание-то выберу? Вот. И со временем ты поймешь, что там одна информация повторяется, тебе не обязательно эту информацию изучать. Те же самые вебинары, те же самые ролики сбрасывают. То есть ты поймешь, что эта информация дублируется. Ну, так должно быть. Наш бизнес – бизнес дубликации. Там не должно быть постоянно чего-то нового. То есть наступит момент, когда ты поймешь, что идет цикл новый. По новой скидывают ту же самую информацию. Поняла? Вот. Поэтому, смотрите, нужно сделать активационный заказ. У меня сейчас времени просто дальше нет. Я бы сейчас зашла вот через демонстрацию экрана в свой личный кабинет. И показала, что я для себя заказала. Просто у меня сейчас будет планерка следующая. Вот. Я бы показала тебе свой заказ. И сориентировала бы, на что стоит обратить внимание. Второе – нужно обязательно посмотреть урок планирования и маркетинг-план. Чтобы видеть, за что здесь деньги компания платит. И сколько ты будешь получать, если у тебя на уровне директора будет 2, 3 или 4 группы. Такое тоже возможно. Вот. И, конечно же, задача уже сейчас взять голосовое сообщение и текстовое сообщение спонсора. И пойти в WhatsApp. У тебя по-любому там есть 20, 30, 40, 50 контактов. И начать просто отрабатывать. Не решая за людей. Не выбирая, кому дать информацию, кому нет. А просто начинать давать информацию. Сеять семя в головах знакомых. Для начала знакомых. Понимаешь, ты знаешь, что я раньше занималась, и я даже не знаю, что это реакция будет. Кать, смотри. Смотри, я тебе сейчас скажу. Я тебе сейчас скажу. Смотри. Люди не меняются. Обстоятельства в жизни людей меняются. И вчера не надо было. Год назад не надо было. А сейчас надо. У меня так. У меня очень много знакомых, которые мне отказали 2-3 года назад. 5 лет назад. А сейчас присоединяются ко мне. Каждый день пишут в директ. Расскажи, чем ты занимаешься. Многие до сих пор думают, что я продаю. Ну, продаю вагонами. Объем продаж 10 миллионов в месяц. Даже больше. Поэтому, смотри, люди не меняются еще раз. Ну, у них в жизни обстоятельства меняются. И, возможно, сейчас, сегодня им нужен дополнительный, либо основной источник дохода. Поэтому ты не будешь свое сообщение давать. Ты будешь просто текстовое давать сообщение. Там написано просто. Наташа, знакомая позвонила, там, Оль, Кать, неважно. Персонально, по имени. А знакомая попросила рекомендации ответственных людей. Мне кажется, ты одна из них. Прослушай информацию о вакансии. Мне важно твое мнение. Все. И голосовое от человека, спонсора. Мое, либо там, Лена. Поняла? Все, а дальше твоя задача докопаться до возражений. Что ты думаешь по этому поводу? Человек пишет, о, нет, ты же была, или там, я уж была. Скрин кидаешь своему спонсору. Спонсор помогает с отработкой возражений. Потому что, нет, это наша работа, да, это наша зарпалата. На любое возражение, которое тебе напишут, есть отработка возражения. Понимаешь? Да. Сейчас. Поняла? То есть, вот смотри, там в чек-листе есть разные задания по поводу вот как раз рекрутирования. По поводу рекрутирования здесь и сейчас. Потому что есть такой рекрутинг, которому надо готовиться. Там эти все, ну, там здесь холодный рынок, там нужно аккаунты готовить. Готовить не так просто. А есть рекрутинг здесь и сейчас. Вот можно взять и сейчас начать рекрутировать. Но все зависит только от вашей внутренней мотивации. Если я тебе скажу, что завтра, смотри, Кать, за 50 сообщений, которые ты скинешь знакомых, я тебе заплачу 100 долларов. Ты это сделаешь? Нет, не все, Катюш. Просто смотри, начинают партнеры искать причины. А если я тебе скажу, например, ты сможешь завтра позвонить 10 знакомым? И пригласить их на Zoom, на презентацию. Ты будешь искать причины, возможно. Но ты найдешь возможности, если ты понимаешь, что ты получишь за это. То есть всех интересует цена вопроса. За сколько? За сколько нет? За 20 нет. А за 200 тысяч тоже нет. То есть у каждого из нас есть своя цена. Когда люди говорят, нет, я не хочу в Арифлейм, я говорю, за сколько нет? За 20 нет. А за 200 тоже нет? Вот смотри мой чек. Смотри, ты тоже за такие деньги не будешь меня слушать. Твоя задача сейчас использовать мои чеки. Ты пришла в мою команду, ты можешь смело говорить. Вот результаты, это доходы моего спонсора, моего наставника. Она пришла несколько лет назад. Если получилось у нее, получится у меня. Я вот так лично отрабатывала возражения. Потому что я работала с справками своих спонсоров. У меня не было своих чеков, чтобы вы понимали. Не было двухэтажного дома, не было Мерседеса, не было БМВ. Ничего не было. Но у меня было желание, огромное желание не возвращаться на наемную работу в Газпромбанк. На минуточку. Это банк, который входит в топ-3 банка страны. Я вообще могла, у меня зарплата 18-10 была. Ну, у меня 50 была. И мне было недостаточно. Поняла, да, о чем я говорю? О мотивации. Те действия, которые нужно делать, всего 3 бизнес-задачи, они стоят очень дорого. Реально говорю, они стоят дорого. Просто не каждый начинает эти действия выполнять. Тот, кто начинает без остановки, просто секрет в непрерывности, тот 100% дойдет до результата. Ну, вот 100%. Ну, просто кто-то за 3 месяца, кто-то за 3 года. Ну, просто давай реально проанализируем. Если вы сейчас уйдете на наемную работу, через 2 года, через год, ну, давайте так, дадим себе год отработать, отпахать. Через год что-то поменяется в вашем окружении, в вашей жизни, в вашем доходе. Что-то поменяется серьезно? Что-то поменялось, но еще не поменяется. Катя, и не поменяется? Я 10 лет в банке отработала. Ну, не поменялось у меня ничего. Я очень много работала. Я там жила на работе. Я в 8 вставала, уходила и в 10 возвращалась. Я не видела, как мой ребенок старше рос. Вот. А сейчас я реально могу распоряжаться своим временем. Я вот 2 координационные встречи в неделю провожу. По вторникам и по четвергам вечером. Работать я начинаю с часу дня. У меня первая рабочая планерка идет с 9 в Москву. До 9 в Москву, до часу дня. Я вообще не работаю. Я занимаюсь спортом. Я хожу на массажи. Каждый день до через день. Мы готовим вместе с семьей завтраки. Абсолютно другой уровень жизни. Абсолютно. Только потому, что появилось время и появились деньги. Все. Вот, что дает бизнес сетевой. Он время дает и деньги дает. И путешествия дает. Дай бог, скорее бы границы открыли. Мне главное заработать на санаторий по своему лечению. Потому что я не вижу возможности получить какой-то санаторий по своему заболеванию. И мне очень хочется поехать в нормальный санаторий. Человеческий. Где у меня нормально иступают в бане. Кто-нибудь с этими грязями намажет меня. Я буду счастливая до ушей. Идти лежать. И радоваться, что у меня есть нормальная санатория. Вот напиши свою мотивацию. Напиши мне. Напиши мне 10 своих целей. Можешь 20. Сколько сможешь. У нас есть урок. У нас есть урок как раз про постановку целей. Я просто, как правило, на таких координационных встречах не спрашиваю, чтобы мне говорили. Потому что людей много. Они могут быть такими-то своими искренними. Но они реально вот такие настоящие свои, которые они сильно, они реально давят. Я 6 написала. Наверное, не записала. Это мало очень. Это мало. Вообще у нас там задание 100 написать. Поэтому посмотри. А ты обучение пройди. Урок посмотри. Там 4, 3, 3. Так, 3, 4. 5, по-моему. 5 урок. 5 урок. Посмотри обязательно информацию. Ну, там всего 11 уроков. Кто пришел на бизнес, обязательно школу пройти. Так, все, мои хорошие. Я сейчас уже закругляюсь, потому что он дирюженка подключилась уже и смотрит на меня уже волком. Планерка сейчас у них там будет. Все, спасибо всем, кто пришел сегодня впервые. Не со всеми новичками пообщалась, но я все, что я говорила, я вам всем адресовывала. Абсолютно всем. Поэтому, если будут вопросы ко мне, задавайте смело. Я на связи. С удовольствием отвечу на все вопросы. Все, всем пока. Пока-пока. Пока-пока. Здрасте. Кто здесь? Что там у меня 26%? У меня как вечерний эфир... Блин, нос чешется. У меня как вечерний эфир, так у меня телефон севший. Включить комментарий. Скоро у меня появится селфи-подставка. Нет, не селфи, сенсорная. Сенсорная подставка под телефон. Я бы вот сейчас поставила бы телефон. У меня, кстати, подставка-то, блин, здесь же была где-то под рукой. У меня еще одна где-то есть. И все. Нормально все было бы. Но если бы он у меня упал третий раз, я бы его уже не ставила. Я бы вас отключила. А тут решила я вас все-таки оставить. Так, у меня сейчас еще одна планерка. Сейчас буду включаться. Распаковка была. Вы представляете, у меня сегодня распаковка была, но она была у меня утром для команды. Вот они, масочки. Ну, я реально, я прям хотела сегодня еще вам распаковку сделать. Вот новые маски. У меня этот заказ исключительно только для себя, любимой. Я заказала все новинки на Вэйдж. Все. Я заказала вот такую вот классную, классные сыворотки, ампулы. В общем, все новинки, которые есть. Я эти новиночки себе заказала. Сохраните эфир. Спасибо, что не исключили. Я, если честно, не хотела сохранять этот эфир. Вот не знаю, сохранить или нет. Мне кажется, я вообще ничего нового. О, плюс он там у меня в телефон падал. Вообще, надо его сохранять или нет? Вы что-то сегодня новое услышали от меня? М? Или нет? Скажите мне. Люди добрые. Сохранить, да? Что-то умное сказала? Видел распаковку. Ну, значит, была на кофе-тайм. На сутки хотя бы. Ну, ладно, хорошо. Все, у меня вон уже девчонки забегают на планерочку. Поэтому буду сейчас тогда сохранять эфир. Вероника, я тебя слышу. Давайте, собирайтесь всей командой. Там в чат пиши. Зови всех. О, Шишаева здесь. Ты чего? Приехала бы ко мне, я бы тебе лично все рассказала. Ладно, все, сейчас сохраню. Спасибо за обратную связь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...